Шановні пані і панове, президент України Петро Порошенко Будь ласка, циля Гамарджоба, добрый день Петр Алексеевич Уже исполняется год, как вы стали президентом України В эти дни українцы говорят вам много слов, и среди них даже цензурных Так народный корреспондент циля от их лица задаст еще один короткий, но неудобный вопрос Що же ми имеем за вас сказати? Петро Алексеевич, люди брешуть, шо ви слишком похожи на ваших политических родителей-попередников Кода-то ваш крестний отец Кучма разрешил слугам государевым путать личный интерес с общественным Так вы поэтому решили думать, шо можно сидеть одной попой на два базара? А то мы никак не можем понять, вы бизнесмен в кресле президента или да? Чем вы отличаетесь от вашого кума Ющенко, который тоже не жалел обещаний, рассаживая вокруг себя удобных людей, братов, сватов и остальных кумовьев? Одним словом, всех, кто лучше других умел делать ничего Тем, шо ваши люди умеют лучше делать разговоров и деньги? Разговоров для нас, а деньги для себя? Мы видим, шо вы лучше своего двоюродного свояка по старому правительству Януковича, шо плохо кончил, убежав в Ростов с миллиардами, которому прошлой зимой стало тесно от достоинства, шо выплеснула из своих сердец на Майдан Небесная Сотня Так вы почаще спрашиваете у тех святых мальчиков, дорожите ли вы их достоинством? Они скажут, злых языков, которые точно льют воду на мельницу Путина, говорят, шо в политике вы слишком часто были ни рыба, ни мясо Вы были чистый шоколад, вы таяли во рту любой власти, поднимаясь каждый год все выше и выше в списки Форбса Может, поэтому вашими сладкими устами, которыми бы нам мед пить, вы оставляете пока только горькое послевкусие? Из-за каких-то мутных договорников? И потому, шо ваши слова и дела, то пока две большие разницы? Янукович говорил, шо Украина для людей Циля стесняется спросить, или вы только хотите поменять список людей, для которых работает вся Украина? Или все-таки сделать так, шо б те люди наконец-то поработали и для Украины? Мы наняли вас для вылечить страну Вы выписали санитаров из Грузии, Литвы и даже Америки Но судя по тому, шо вы делаете, так и хочется сказать, вопреки стараниям врачей, пациент упорно продолжает жить Как вам нравится учетная ставка нацбанка в 30% годовых? Ваша Гондарева стимулирует этим процентом торговлю оружием и наркотиками? Бо обычная коммерция с такой радостью может только тратиться на завещание Мы не ждали от Леры Чуда, шо взять с натуральной блондинки и разграбленного до нее бюджета Но итоги-таки превзошли даже самые смешные опасения Это же надо иметь в НБУ такое счастье, чтобы успеть раздать десяток народных миллиардов рефинансирования тем банкам Кого тут же благополучно лопнули после получения денег Или, скажите, Петя, а почему если все люди хотят реформ, вы постоянно называете их непопулярными? Может потому, что в сильно обедневшей стране единственной реформой стало пока повышение тарифов на ЖКХ? А все эти веселые истории про закупки вашим министрам энергетики угля с оккупированного Донбасса в обмен на эшелоны леса Даже не позволяют нам сомневаться Это Ренат так выкрутил вам руки? Или не дай бог наоборот? На привозе люди говорят, что за какую-то конфетную фабрику в Липецке сейчас никто не дает хороших денег Мы вам искренне сочувствуем Так почему вы решили, что их дадут за Одесские порты? А разве на землю, которую вы согласны продать по всей Украине, чтобы ради бюджета один раз натянуть шкурку на кисель Кто-то сейчас даст больше, чем за квартиру в горящем доме? Это только по Дерибасовской гуляют постепенно Реформы делают сразу Говоря за отсутствие реформ, власти все время жалуются то на нехватку денег, то на нехватку времени Когда власть хоть раз пожалуется на нехватку ума Деньги любят тишину Но разве они не идут в Украину только из-за войны? А вы хоть раз пошевелили пальцами, чтобы поправить повязку на глазах украинской Фемиды? Той самой, которая много лет разгуливала беззаконие и рейдерство Вчера ни за что сажала в тюрьму честных и еще живых людей с Майдана А сегодня оправдывает их убийц И продолжает считать купюры, убивая инвесторам весь аппетит И чем ваша Ерема с Шокином отличается от Пшонки? Только в том, что Пшонка за деньги покрывал преступления своей власти А ваши прокуроры за деньги покрывают преступления предыдущей Мы не знаем, кто там кому у вас Левочкин Но вся эта история с венским вальсом на троих Когда вы помчались с Кличко аж в Австрию Чтобы сказать Фирташу, насколько он вам безразличен Так и имеет осадок А теперь голос от одесских телезрителей Одессу всегда грабили только свои Может поэтому сразу три бывших мэра Слишком быстро уезжали из Одессы После отставки в чужие города и даже страны Но строили Одессу Очень часто чужие Испанец Дерибас Голландец Девалан Француз Ришелье Так раз вы поставили нам грузина Михо Дайте ему прав Поддержите казной И пусть он выпрыгнет из шкуры Чтобы присоединиться к полезным чужим А не к бесполезным своим Его успех станет успехом для вас обоих Но его провал будет не его позором А полностью вашей личной ганьбой Разве не вы теперь в ответе за город Который впервые влюбился в Украину Одессе 23 года было все равно Мы всю жизнь прожили на берегу Черного моря И никогда не делили его Всем хватало Но потом появились люди из власти Которым моря хватало меньше, чем всем Они взяли к себе в руки слишком много берега Пусть они имеют себе гешефт в ресторанах, клубах, отелях Даже можно помечтать за легальное казино Но хиба море не должно принадлежать народу? Сердце Европы бьется в Одессе Сказал мудрый Бернар Анри Одессе стало не все равно И она хочет стать лучшим курортом Черного моря Египтяне и турки построили в пустыне На голых скалах сотни отелей И имеют на них толстый слой масла на бутерброд Так почему украинская Одесса По убитым дорогам, с плохим коммунальным хозяйством Дерибаном земли до сих пор Проходит мимо такого праздника жизни? Вся Украина уже полтора года Умывается кровью своих детей Оплакивая их мужество Удивляясь беспримерному героизму И гордясь невиданным ранее патриотизмом Сначала на Майдане Потом в Донбассе Или вы считаете, что мы вам простим безнаказанность тех бандитов Которые бросили страну в бездну войны Много лет продавая Украину брату в овечьей шкуре? Нашу страну Путин рвет на части А вы бережете здесь русские предприятия и банки от плохих новостей И молча не возражаете Когда в креслах депутатов ВРУ Садятся ублюдки из глубоко раннейшей жизни Поверьте, мы не завидуем вам Когда приходится иметь разговор с Путиным Русские научились лгать даже когда молчат Но хотелось бы уточнить К вам в администрацию на Банковой Так часто на свидания приходили люди ночью Буднем они уже не отбрасывали тени Все эти Кернесы, Медведчуки и даже посол России из Урабов Нам следует понимать, что вы делали эти свидания не по любви А исключительно исполняя свой долг При этом испытывая чувство глубокого отвращения Уточните, Петр Алексеевич Ваши генералы из СБУ и Минобороны Таки воюют с оккупантами в Донбассе Или загоняют их в долги Пропуская к ним на территорию каждую фуру с контрабандой За мзду по золотому тарифу Украина не хочет войны Но обречена в ней победить Она заслужила свой первый Минск И за многих лет воровства и унижения Но разве начать уважать Украину нельзя с нерукоподаваемости Путина? Мы хотели бы видеть вас, главнокомандующего народной армии Которая ведет войну за независимость А не главнокомандующим на великой отечественной имитации реформ Вы говорите, что стране нужно как можно быстрее закончить войну Кто спорит? Но только за тем, чтобы залить ее чужими инвестициями? Украина в первую очередь боролась за достоинство и справедливость А не за то, чтобы даром делать припарки своим старым болячкам чужими долларами Которые рано или поздно придется отдавать Евреи говорят, что решая проблему за деньги Вы ее не решаете, а только делаете расходы Христиане же говорят, что нельзя вливать новое вино в старые мехи Ни долларовый дождь обещанных инвестиций Ни редкая молодая поросль новых лиц украинской политики Не даст доброго урожая на старом фундаменте А лишь прокиснет Именно поэтому большие инвестиции, давно обещанные Западом на бумаге Остаются всего лишь бумагой Вы не считаете, что стране куда нужнее архитекторы и строители нового фундамента Они старые маляры и декораторы, которые собираются делать ему только косметический ремонт Мы уже целый год сидим с помытыми шеями и ждем от ваших реформ хотя бы запаха Не чешите себя надеждой, мы не слезем с вас, пока не увидим от вас толку Многие из ваших 54% уже давно могли бы помыть шею на обратное, если бы не брать у ворот Много будущего нашей страны есть и в ваших руках Именно поэтому вам следовало бы держать этих рук чистыми Петро, поверьте, не только Одесса, но и вся Украина хотела бы вас уважать Но при этом знать за что Мы ценим ваши седые волосы Пусть не вам на Украине в вашем лице аплодируют с поддержкой весь цивилизованный мир Вы не испортили этих аплодисментов Вы научились нас слушать Но когда вы научитесь слышать? Вы научились слишком красиво говорить Нам нужно ждать еще год, когда вы начнете красиво делать? Не пора ли становиться лидером настоящих реформ? Чтобы страна могла им жить, а не мечтать Чтобы украинцы не думали делать люстрацию тем, кто этого заслуживает с помощью люстр А увидели правосудие от людей государственных Чтобы одни перестали спорить о мелкости икры, когда другие задыхаются от черствости хлеба Чтобы из министерских коридоров изгнали крыс, которые торгуют войной и обкрадывают солдат, норовя за дороже продать их жизни Чтобы вы с себя начали отделять олигархических мух от общественных котлет Чтобы вы уже начали реальную борьбу с коррупцией Этими временными трудностями, которые давно стали постоянными Чтобы наконец-то посадили трех ваших друзей, ведь вы знаете за что И мы знаем за что И чтобы справедливо звучало мерным казенным тоном честного судья Зачитывая, что в хабарнику суровый приговор, а не вашим интимным полушепотом за обещание обещать Чтобы у нас появилась полиция, которая будет служить закону, а не телефонному звонку или оборотням в погонах И чтобы там, где начинается полиция, заканчивался бы бене Какой бене? Любой бене Разве не так называется жить по-новому? С немного уважения, но все еще верой, что вы дадите ответы Украине и чуть-чуть старой одесситке Зингель Шухер Циле Аплодисменты Продолжение следует... Продолжение следует...